Добрый день, меня зовут Александр. Здравствуйте, меня зовут Магда. Можно уточнить вашу должность и какой объект мы сегодня посмотрим? Меня зовут Магда, я в компании Ragantini занимаю должность директор по развитию, также веду отдел продаж. А что за объект мы сегодня посмотрим? Мы сегодня посмотрим объект Ragantini. Ragantini находится в Чапве. Сейчас подробнее, конечно, расскажем про проект. Ну, сейчас в Чапве. Давайте постепенно начнем. Это дом с квартирами или апартаменты? Это полностью весь комплекс апартаментов. Апартаменты. Мы находимся в Чапве. Если говорить о расстоянии до моря, сколько по расстоянию до моря это будет у нас? Знаете, мы находимся на холме. Да, мы на возвышенности, я отточню. Да, мы на возвышенности. Я не скажу, что если мы не занимаем первую линию береговую, это какой-то минус. Наоборот, нас будет больше видно. То есть с любой точки. Находимся мы в пяти минутах от берега, поэтому здесь не составит труда даже для тех, кто хочет. Вид на море, то есть вы вот здесь вот обещаете, да? Конечно, обещаю. А с какого этажа он будет открываться? Не только вид на море, это будет полностью вид на, возможно, регион Аджарии. Будет вид на Батуми, на Кабулете, на национальный парк Митералай, не горы. Поэтому здесь панорамные виды, это гарантированно. Мы начнем немножечко двигаться в сторону объекта. Подскажите, пожалуйста, пока мы идем, значит, апартаменты. Что, сколько, сколько этажей будет у здания, да? Как, как бы, какие апартаменты здесь будут, сколько их будет всего? Смотрите, здесь у нас сейчас объект, как раз блок А. Если мы в целом про комплекс будем говорить, комплекс будет состоять из трех блоков, да? Блок А. То есть вот у нас, условно говоря, это въезд, да, как бы отсюда? Да. Так. Блок А, что здесь? Здесь будет многоэтажный комплекс и соседний комплекс, еще маленький. То есть пятиэтажный. Значит, 12 этажей, полностью апартаменты. И если посмотреть, здесь на уровне, это уже, получается, у нас подземный паркинг. Подземная парковка будет вот здесь? Подземная парковка. Я понял. 12 этажей, естественно, на крыше уже открытое пространство для всяких мероприятий. А вот Турагантини, два слова буквально про компанию. Это грузинская компания? Фамилия просто не совсем грузинская. На самом деле, очень интересная история. Турагантини, конечно, не грузинское слово, не грузинское название, но компания грузинская, это дочерняя компания швейцарских, так скажем, представителей. Потому что сам Арагантини, это фамилия итальянского происхождения. Но долгое время, то есть они проживают в Швейцарии. У них колоссальный опыт в строительстве, в реконструкции, в дизайне. Поэтому решили, естественно, после того, как осмотрели Грузию, решили здесь инвестировать, естественно, развивать регион и создать компанию под названием Арагантини. Это первый объект компании в Грузии? Мы на этом не останавливаемся. Естественно, дальше у нас есть большие планы. Мы не интересуемся, так скажем, городскими комплексами и городской суетой. Нам больше и ближе. Это швейцарский стиль жизни. Это больше горы, больше природа, больше зелени. Поэтому, если вы крестности посмотрите, естественно... Я облечу их обязательно на дроне. Сразу у вас будет такое впечатление, будто вы не находитесь в Грузии, а находитесь где-то в европейских горах. Швейцарских, так скажем. Продолжу спрашивать. Поскольку это первый объект, значит, что здесь планируется, кроме самих апартаментов? Во-первых, сколько их будет, апартаментов? Апартаментов будет достаточно много для того, чтобы инвестировать и проживать. Если мы говорим про... Технические характеристики вот этого здания. Сколько этажей, сколько апартаментов? Здесь 12 этажей и 146 апартаментов. Это первая очередь проекта, да, насколько я понимаю? А как он будет строиться? То есть, смотрите, вот у нас первая очередь, да, то есть мы ее видим. Где будет вторая очередь? А вторая будет, если смотреть депендикулярно, вот соседнее здание, которое будет соединяться между собой. Чтобы комфортно было, то есть из одного здания попадать, то есть во второе. Что мы предлагаем здесь, на каждом этаже... Пойдемте пока проходить, на амсу. ...по первых апартаментов, да, от студии до 2 плюс 1. Так, хорошо. Есть также... 14 на 12, первый этаж убираем, 14 на 11, то есть 150 примерно в этом доме будет. Если первая этаж, вот уже, хотя бы можно увидеть, это 6-метровая, да, высота. А здесь, конечно, пространство коммерческое. Ну, скажу, что она... А сколько высота потолков в жилых квартирах? Три метра. Три метра. Ну, и логичный вопрос, почему все красное? Почему все красное? Так, ну да, просто у меня вот любопытно, я такого не видел. Почему? Многие задают этот вопрос, почему красное. Это целесообразный маркетинговый вход такой, потому что аналога нет в Грузии, на самом деле, нет такого. Давайте приблизимся поближе, я хочу просто посмотреть, как он выглядит на этом. Давайте. Я прям хочу потрогать. Давайте, мы можем подняться. А в чем маркетинговый ход? Да, давай, наверное, будем двигаться, наверное, сюда. В чем смысл? То есть я... Смысл в том, что аналога нет, то есть красных, так скажем, кублексов вы увидите в Батуми. Это краска или что? Мы можем подняться на коммерческий этаж, там вы будете подробно уже... Ну, давайте, да, внутри с этим разберемся, как говорится. Потому что здесь у нас не бетон, вот, там уже сразу можно будет увидеть. Так, и давайте тогда, пока мы находимся здесь, я вас поспрашиваю про инфраструктуру. Да, конечно. Что на территории комплекса планируется из объектов инфраструктуры, кроме, собственно, самих квартир? Из объекта, интересный вопрос. На самом деле мы охватили все абсолютно для того, чтобы в комплексе было комфортно находиться. Это, в первую очередь, не только, то есть развлечения, да, вот, и составляющие, ну, таких развлекательных... Ну, давайте вот по факту, то есть что будет на первом этаже этого корпуса? На первом этаже, это коммерческий этаж, здесь будет, естественно, рестораны, да, холм, магазины. Поскольку я снимаю не первый обзор недвижимости в Матуми, я сразу хочу у вас уточнить, будет ли наличие того, что называется объектами инфраструктуры прописано в договоре? Абсолютно верно. Потому что есть такая проблема, да, что комплекс достраивается, а вот инфраструктура к нему, мягко говоря, нет. Абсолютно верно. Все, что мы заявляем, мы все это воплотим в реальность, в первую очередь. И что касается... Это прописывается в договоре, то есть есть генплан застройки, который прилагается к договору? Обязательно, да, обязательно все прописывается в договоре, какая инфраструктура будет полностью, да, в комплексе расположена. Инфраструктура, она очень интересная, с одной стороны, для тех, кто отдыхает, и для тех, кто проживать будет на постоянном, то есть основе. Давайте все-таки, значит, вот у нас первый этаж, да, как бы первого корпуса, который строится. Что у нас здесь будет? Мы находимся сейчас на первом этаже, коммерческий этаж. Здесь, конечно, будет расположена инфраструктура, которая будет обслуживать, да, вот данный комплекс. Так, что именно? Ресепшн? Магазины, да, обязательно, да, ресепшн. Вот, поэтому полностью мы находимся в том пространстве, где высота потолков достигает 6 метров. 6 метров. Теперь давайте посмотрим, у нас здесь не очень большая прилегающая территория, да, то есть, где что-то, что будет располагаться в комплексе на улице? На улице у нас будет располагаться инфраструктура, которая поможет, естественно, людям проводить тоже, да, вот время под открытым небом. Это открытые площадки спортивные, это детское пространство, бассейн открытый. Это где будет? Ну, прям, давайте покажем просто рукой, где это будет. Да. Здесь, если смотреть на эту территорию, здесь будет... Я просто генплан не видел, я поэтому спрашиваю. Я же говорю, я прихожу на объект всегда, как бы, ничего не зная о нем, мне так легче вопрос задавать. Ну, это интересно, да, потому что первое впечатление все равно создается, когда мы... Так, еще раз продолжим про внутреннюю часть. Это у нас шахта лифтов, да, я так понимаю? Это у нас шахта лифта. Здесь будет 2 лифта. На, вот, получается, 12 этажей и 14 на 150 апартаментов. Сколько и 2? 2 лифта здесь будет. Давайте пока подниматься, я еще... Поднимайтесь, я поспрашиваю вас в процессе о том, когда начались строительные работы на этом объекте. Строительные работы начали в феврале 2024 года. И если смотреть по процессам строительства, конечный итог по проекту заявлен конец 27 года. 27 год какой месяц? Последний месяц, конец 20. 12 месяц 27 года. Что будет готово на этот момент? Запустят на ремонт, либо будет готова вся инфраструктура здания? Уже будет готова вся инфраструктура под ключ. А когда запустят на ремонты? На ремонты мы уже планируем с начала 25 года. С начала 25 года. Так, понятно. Скажите, пожалуйста, ремонты будут осуществляться строительной компанией или их можно было делать самостоятельно? Ремонты исключительно будут проводиться нашей компанией. Самостоятельный ремонт сделать нашей компанией лучше. Нам бы лучше уйти от шума. Так, ремонты будут выполняться самой компанией. Абсолютно верно, самой компанией. И единственное, что можно будет нашей компанией, согласовать с планировкой, так как у нас полностью весь этаж предлагает, предполагает свободную планировку. Ага, ясно. Теперь давайте определимся. Вот мы поднялись, получается, по лестнице, либо мы вышли из шахты лифта. Да. Как у нас будет расположен коридор и как будут располагаться апартаменты? Так, если выходите с лифта, здесь уже можно попасть в коридор, да, который... Так, с одной стороны от здания у нас бамбуковая руща. Да. С другой стороны у нас вид на море. С третьей стороны у нас вид, в общем-то, в стену. Вид будет на кабулете. Это будет срыто? Все. Да. Так, а где коридор начинается? Если выходить из лифта, мы попадаем в коридор, да, который разделяет уже здание на две части. То есть мы выходим отсюда, вот это, вот это коридор здесь. Какая еще одна будет у коридора? Хорошо, уточним. Так, здесь у нас будет 14 апартаментов. Как они будут располагаться? 14 апартаментов, они расположены в ряд. А, то есть в длину. Да. А в задней части что будет? В задней части у нас будет, естественно, апартаменты также. Вот здесь будет, получается, еще один апартамент. Да, здесь будет на этой, то есть в стороне тоже апартаменты. Это с видом уже на горы, мы попадаем здесь. Скорее, вид на зелень, я бы сказал, все-таки, да. На холм. А если смотрите, здесь будет дорога подниматься, которая будет уже... Вот это будет дорога. Которая будет уже проходить через, там, комплекс, да, и попадать на другую сторону. Мы сейчас стоим на террасе. Если обратить внимание, терраса у нас достаточно такие объемные, да. То есть они будут широкие. По ширине, мне кажется, здесь сейчас... Они будут широкие, но... Так, чтобы не соврать, метра, наверное, полтора. Да. И у них нет, на самом деле, конкретно вот, то есть одного... Одной площади, да, вот фиксированной. Потому что, если обратите внимание, оно такое изогнутое, да, вот... Полуторуглое, да. Да, меняет форму от начала до конца. Естественно, террасы – это большой плюс, потому что в Грузии сильно любят люди проводить на террасе время. Согласен. А скажите, пожалуйста, терраса стоит по коэффициенту столько же, сколько... Столько же, да. Сколько квадратный метр внутренней площади, да? Да. Понятно. Ну и мы так плавненько, собственно, с вами подкрались к стоимости. Расскажите, самая интересующая – это цены. Самая интересующая. Так, сколько будет стоить здесь сейчас самый недорогой апартамент? Самый недорогой апартамент у нас, значит, стоимость квадратного метра 2100 евро. Получается 76100. Любопытно, что в евро? Да, потому что, естественно, история и корни идут с европейских стран, поэтому... То есть от 84 тысяч долларов. Да. Ну, мы в компании привыкли к тому, что мы в доллары не переводим. Мы, естественно, предлагаем евро, потому что это наша внутренняя валюта. Это никак не, то есть реклама никак, никакой ход, это просто то, что застройщик имеет корни из Европы, и то есть нам ближе евро, и ближе, то есть та валюта, которая... Ну, то есть 76 тысяч евро – это примерно 84 тысячи долларов, там 85, грубо говоря. Так, а что будет, что нужно поиметь за эти деньги? Что это будет по площади, что это будет по состоянию? По состоянию, естественно, вы получаете апартаменты под ключ. То есть здесь самый дорогой и качественный ремонт, да? Потому что компания имеет большой опыт в ремонтах. Здесь будут использованы такие, то есть высокие стандарты и подход к дизайну, к материалам, которые, то есть обеспечат и будут гарантировать, так скажем, долгосрочное пребывание без каких-либо повреждений в будущем. Для компании это один из, так скажем, преимуществ, да, потому что мы разделили несколько там основных для нас, да, поинтов, которые очень важны для клиентов. Это максимально флексибил, что предлагает, то есть компания своим клиентам. Это то, что мы предлагаем качественный продукт, который соответствует высоким стандартам, высокому, то есть качеству, да, который дает также гарантию. Здесь про гарантию я бы хотела более детально, да, проговорить, потому что вы не найдете, скорее всего, нет таких компаний, да, на территории Грузии, в Аджаре, в Батуми, который прописывает в договоре вам пункт о 10-летней гарантии. Десятилетняя гарантия на что? Да, это 10-летняя гарантия, это гарантия на ремонтные работы, да, также сантехнику или строповую правую. На отделку и коммуникацию вы имеете? Так, хорошо. Да, это очень важно, потому что раз мы прописываем, то есть для нас это позиция, что мы сильны в этом, то есть мы делаем качественный продукт. У нас нет страха того, что что-то, то есть может повредиться. Это наша сильная сторона, Роман. Так, мы тут неожиданно установили, что все-таки минимальная стоимость у нас будет не 76, а 64 тысячи евро, да? Что за эти деньги, то есть эта минимальная стоимость, что за них? Давайте пройдем туда. Давайте. Я так понимаю, что какая-то студия небольшая? Какой площадью? Это студия, самая маленькая площадь у нас, да, в этом комплексе 34,1. 34,1, да. Это с видом, получается, не на Муре, а на город, да? Это с видом на Тирала горы. На заднюю часть. Да. Так, в эти 64 тысячи евро или 60... 64,440. Или 70 тысяч долларов, да, условно говоря, чуть больше 70 тысяч долларов. В эту стоимость у нас входит ремонт мебель техника. В эту стоимость входит все абсолютно, чтобы уже человек зашел и начал комфортное проживание. Получит на эту студию? Получает, естественно, с тем ремонтом, который я уже озвучила, с премиальным продуктом, что соответствует высоким стандартам. Качество, естественно, здесь мы уже заявили, да, что задаем здесь вид гарантии. И за эту стоимость уже будущий покупатель получает комфортный комплекс. Это будет в конце 27-го года, да, я правильно понимаю? Нет, здесь будет февраль 26-го года. Февраль 26-го года. Это уже будет отремонтировано из-за почвы? Отремонтировано под ключ, да. Мы же понимаем, что означает под ключ, когда абсолютно уже апартаменты упакованы. И мы уже отдаем ключи для проживания. И за какие деньги будет сдаваться эта? Это площадь 34,1, да, общую стоимость мы озвучили. 64 449, если более точно, да, озвучит цифру. Естественно, в компании, возможно, бесплатная рассрочка, которую предлагаем, да, на данный момент. То есть первоначальный взнос от 64-х, это сколько? Первоначальный взнос это 20%. Это 13 тысяч примерно евро или 14, что-то с половиной, допустим, доллара. Если вы переводите до 15 тысяч. И просто весь рынок потом считается на доллары, я говорю, это первый раз, когда я услышал про евро, поэтому я... По-моему, европейцы. Понимаю. Так, и остальная рассрочка, она дается на 2 года? Остальная рассрочка у нас заявлена сейчас до 26-го года, да, до месяца февраля. Да, естественно, я здесь хотела озвучить то, что в компании мы заявляем, что... Не то, что заявляем, это наш подход, да, уникальный такой, персонализированный и клубный, где мы очень много времени проводим в приватном формате с клиентом, где очень много беседуем, где слышим нашего клиента. Я... Почему я хочу об этом сказать? Потому что мы очень тщательно выбирали аудиторию, которая здесь должна проживать, аудиторию, которая должна здесь инвестировать, аудитория, которая здесь в будущем будет находиться, отдыхать. Потому что продукт премиальный, мы предлагаем абсолютно все для комфорта, и цены, они в будущем оправдают то, что мы, то есть, реализуем, да. Да. Стоимость обслуживания квадратного метра в этих апартаментах, можно шаживать вперед, а то в тени немножко остаетесь? Да. Да? Стоимость обслуживания, да, очень хороший вопрос. Здесь тоже хочу отметить, что у нас в евро все считается, это полтора евро за квадратный метр. Полтора евро за квадратный метр, то есть 1,65 примерно долларов за квадратный метр. Да. В принципе, понятно. Может быть, вы что-то хотите добавить от себя? От себя я бы добавила то, что, находясь в Грузии, на самом деле в регионе Батуми, это регион, который сейчас очень сильно развивается. Это нетронутая лампуна. Если посмотреть в другую сторону Батуми, то сильно застраивается, да, если мы про Гоню говорим, про Аквариатик. А вот посмотрите вы на Чаквы, у вас гарантированный бит. То есть, что я хотела добавить и что донести до любого интересующего человека, который хочет сейчас инвестировать именно в Грузию, в наш комплекс. Это, во-первых, гарантированный бит с нашего комплекса, что, в принципе, проблемно сейчас в городских комплексах. Понял, согласен. Огромное спасибо. Встретимся на море.